в этом видео мы сделаем нашему цыпленочку шляпку в основе шляпки будет кружок вы посмотрите по размеру своего цыпленочка у меня это круг диаметром 3 сантиметра основу шляпки я сделаю из небольшого лоскутка который у меня остался а чтобы шляпка держала форму я сделала детальку из пластиковой крышечки жесткой детали из ткани должна быть где-то на сантиметр больше чем деталь из пластики я ее вот так вот вырезаю сразу же запаса дальше беру иголку с ниткой я специально взяла контрастного цвета а вы берите но в цвет ткани и созбариваю детальку швом через край можно делать сразу несколько стежков вот таким вот образом два три стежка сделали и протянули нитка должна быть прочной потому что мы будем затягивать детальку и при затягивании не не должна оборваться с избарили внутрь кладем немножко наполнителя сколько поместится сверху кладем детальку из пластики и затягиваем деталь из ткани чтобы шов у нас был только с изнаночной стороны виден получается вот такая вот как небольшой купол если наполнитель выступает или его мало как вам кажется можно добавить немножечко так внутрь его распределить внутри чтобы он был расположен равномерно ну и теперь эту шляпку нужно украсить нужно сделать ей поля вот эту ниточку можно оставить для пришивания шляпки не обрезать ее кружочек выкройку которую мы сделали для шляпки тоже я обвожу и записываю что это шляпка если даже через пять лет я решу повторить эту игрушку то все основное что мне нужно для ее повторения у меня есть эскиз выкройка описание нужно еще здесь же записать какую пряжу я использовала и какой номер крючка номер крючка у меня был двоечка а пряжа у меня был микс пряжи акрил и фантазийная пряжа флора можно даже не производителя указывать а ее толщину потому что производитель могут меняться и виды пряжи тоже но у меня толщина была где то 300 метров на 100 грамм крючок номер два и вот описание для полей шляпки я решила взять вот такую созборенную уже готовую ленточку но вы можете созборить ее и самостоятельно как мы созборивали вот эту детальку швом через край или вперед иголку отмеряю чтобы была достаточная длина и соединяю начало и конец ленточки незаметными стежками если стежки будут сильно видны ну допустим у вас там капроновая ленточка где не спрятать эти стежки то можно их потом задекорировать чем-то цветочек пришить дополнительный бусинки нашить в общем что то придумать и смотрю как у меня лучше будет смотреться чтобы вот эта сборочка была сверху или снизу снизу оставлю ее сверху и буду вот так вот пришивать по краю немножко присбаривая усиливая сборку которая уже есть вот основа шляпки готова теперь можно какое-то украшение добавить у меня есть такая вот небольшая тесемочка змейка обтрепавшийся кончик убираю здесь конечно нужно брать красную ниточку в тон чтобы был шов незаметен и обрезаю эту тесемочку я уже после того как ее пришила чтобы у меня не получилось что не хватило там пол сантиметра или лишнее осталось лишнее конечно проще исправить когда не хватает это обидно вместо стыка можно закрыть какими-то украшающими элементами это могут быть пайетки какие-то вязаные мотивчики небольшие я нанизываю на иглу парочку пайеток и закрепляю их небольшой бусинкой или бисеринкой ну вот для бусинки у меня иголка слишком толстая нужно брать иглу для бисера тоненькую закрепляем цветочек бисеринкой можно два раза пройтись чтобы покрепче держалась у меня есть еще вот такие вот пайетки листики их тоже можно использовать но у вас может быть свой набор какой-то смотрите свои хомячьи запасы что можно использовать для украшения шляпки сейчас материалов для творчества очень много самых разных выбрать нам есть из чего вот так вот украсили шляпку и закрепляем ниточку с изнанки шляпка готова и можно ее прикрепить птенчику я пришиваю только вот эту вот часть бирюзового цвета поля остаются свободными так что и 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 в и и и и в obrig все этим видео со своими друзьями и они тоже смогут связать такую цепочку показывайте мне готовых цыпляток координаты для связи со мной вы можете найти под каждом видео в описании с вами была Ольга Ингрия до новых встреч всего доброго и и и